всем привет меня просили показать уже я правда подзабыла мне просили показать мои сумочки сейчас я вам по быстренькому их просили показать вот эту вот одну из последних сумок с которой я хотела увидели попросили показать в общем это я покупала и в турции она не реаги не оригинал ну простая такая сумка но я ее тоже покупала что-то очень очень недешево там в турции да не на просто на базаре а вот какой-то там бутик бутичок был в общем она сделана очень-очень качественно все в общем как положено вот мне нравится с таким широким ремнем вот это вот все-все и идеальненько прошито все сделано все без всяких этих ей уже я не знаю года два наверное я и в турции в общем покупала хорошая сумка я не помню честно и за сколько покупала но недешево точно знаю не дешево не меньше 50 евро она стоила вот так не помню точно потому что я покупала еще тогда что что-то еще брала и в общем до кучи в общем не помню не буду вас обманывать но не не совсем дешевая она была вот так вот такая сумочка она сейчас на мне уже как бы я ее хочу заменить не совсем она удобная потому что тут вот внутрь не очень комфортно удобно за как залаживать у меня портмонет туда не помещается так так вот иногда я ее одеваю очень редко бывает что одеваю так она конечно хорошая эта сумочка очень такая как по моему стилю я я такое люблю вот она одна сумочка потом вторая сумка я уж и раз начала показывать покажу вам 7 это оригинал это том том тейлор я ее покупала тоже около я не знаю но я покупала уже позже чем эту до после этой я покупала и в прошлом году и по моему покупала тоже ну хорошая сумочка я не помню сколько я покупала но что-то около 100 евро по моему или 120 даже уже не помню такая я ее нет нет одеваю летом основном я одеваю когда потом какие-нибудь вечерние прогулки там куда-нибудь ресторанчик сходите еще куда-нибудь вот вот такое вот летние потому что сами понимаете да вот цепочка если бы она была вот с таким ремешком то можно было бы конечно и на повседневку а так вот с цепью с этой ну как на на выход можно одеть у меня еще много там всяких разных было новый это и вот именно такие которые с которыми я хожу вот такая сумка этой сумке уже я не знаю сколько лет но она по моему я ее купила романа родила или до романа по моему романа когда родила в общем ей года четыре точно есть если не больше не помню точно я ее выписывал на сайте от тут по моему если не ошибаюсь по моему вот такая она кожаная такая вот сумочка и периодически ношу здесь вот карман еще один карман вот куда я показываю карман еще один карман вот она вот такая вот цельная тут вот на она на таком этом коричневая ручка у него такая коричневая ручка тут у нее сбоку вот такое кольцо вот такие клепки такая на повседневку она не сильно большая как раз туда все помещается нормально хорошая сумочка единственное что у нее вот здесь закручивается вот эти вот видите они закручиваются вот эти шарики и один из них что-то там начал разбалтываться и откручивается ну саша сказал что он сделает будем ждать чтобы сделать вот так вот или еще что у меня тут на повседневке это рюкзак рюкзак вообще у меня это как практически из него не вылажу но еще у меня есть простые рюкзаки там спортивные всякое такое которые тоже повседневки вот этот я по-моему за ланда заказывал он тоже кожаный хороший рюкзачок вот там у меня что только не лежит ему тоже прилично так лет года три минимум у меня видите что там только не лежит в этой сумочке рюкзачки вот так вот но он тоже хорош мне очень нравится так что это у меня мои фавориты так сказать с которыми я как бы хожу ну вот еще там у меня есть где-то клатч еще что-то если я не покидывала последний раз я собиралась все выбросить вот это вот у меня вот эту сумочку я тоже уже хотела бы заменить как сказала это у меня еще хорошие и вот и вот этот рюкзак ну уже тоже так он конечно нормальный но я уже подустала если честно я просили меня показать косметику а именно просили показать тени которыми я пользуюсь фильмом всякое такое но я думаю но раз я уже буду показывать тогда я вам покажу косметику той которой я пользуюсь на постоянной основе каждый день. У меня много всякой косметики, которой я пользуюсь, не пользуюсь и всякое такое. Речь с вами здоровается. Ну и покажу вам просто свою косметичку. Моя косметичка. Ну что, тогда приступим. Не знаю, как камеру поставить. Лучше, чтобы вам было видно. В общем, моя косметичка. Достаем все оттуда, что есть. И по порядку я вам показываю. Во-первых, спросили про тени. Тенями я вот этими пользовалась всего один раз. Ну и не в этот раз. Просто хочу вам показать и... Или пару раз даже. Ну они классные. Раз уж зашла речь за тени. Вот они. Смотрите, какая красота. Правда? Это... Эти тени у меня попались в рождественском календаре, когда я распаковку делала. Кто уже давно смотрит на Рождество, в общем, мне попались в моем календарике. Тут классные цвета. Тени я люблю. Тенями я пользуюсь. Вот они. Смотрите, какие классные. Она отсвечивает немножко вам. В общем, до этих теней еще очередь не дошла, потому что у меня были до этого посылочка была. И я как бы заказала себе. И сейчас пользуюсь на каждый день. Вот этой вот палеточкой можно пользоваться, ну как бы и я для себя так считаю, что если какой-то праздник или еще что-то, вот прям яркий макияж, тогда можно попользоваться этой. Хотя вот в этой палетке, которой я пользуюсь каждый день, на каждый день от фирмы Кику. Вот она. Кстати, эта палетка здесь вот стерлась уже, потому что, ну, я каждый день ей пользуюсь. Здесь должно быть написано Кику. Косметика Кику. Вот она. Сейчас я вам скажу номер палетки. 03, наверное, вот. Вот если кому-то что-то говорит, я вам вот так сделаю. Вы сделаете скрин. Если вдруг, ну, я не знаю, там отсвечивает, не отсвечивает. Вот. И открываем. Заказывала я, не помню, по-моему, на официальном сайте. Здесь вот тоже зеркальце. И вот, собственно, сама палетка, которой я пользуюсь. Здесь у меня два основных цвета, которыми я постоянно пользуюсь. То есть, вот этот вот темный, это вот он. И вот этот вот светлый, он тут впереди у меня. Вот у меня мой мейк. Так. Дальше. Этой палеточкой, в общем, вы поняли, каждый день пользуюсь. Дальше идем. Это вот у меня недавно в моем бьюти-боксе в этом попался хайлайтер. Я им один раз пробовала просто сделать что-то, ну, еще не разобралась, для чего и зачем и нужен ли он мне вообще. Ну, красивый цвет, мне нравится. Цвет такой прикольный. От Кико тоже. Мне нравится очень косметика от Кико. Вот такая вот у меня такой блеск для губ есть. Это я, по-моему, на Амазу не заказывала как-то. Ну, мне цвет, если честно, он так двойная, да, она тут. Тут цвет, тут прозрачная. Дальше. Блеск для губ от Кико тоже. Вот это вот моя ежедневная, постоянная вместо помады, в общем, блеск для губ, который вы видите на мне буквально каждый день. Вот. Классная. Это у меня уже вторая. Вот такая вторая. Первую я начала, и она у меня где-то на половине я ее посеяла где-то в отпуске или где, я не помню. Ну, где-то она у меня потерялась. А может быть, даже где-то и дома лежит. Ну, не могу найти ее. Я заказала такую же. В общем, она мне очень нравится. Дальше. Вот это у меня тоже какой-то бальзам для губ. Ну, он так. Вот он мне недавно попался. Он, я его пробовала тоже два раза. Ну, так, цвет какой-то непонятный и вкус мне не... Так, не мое. Вот это тушь. Я ей тоже пробовала один раз. Она мне попалась в рождественском календаре. Ну, вроде как неплохая. Дальше. Что у меня тут? Давайте я вот так вот... О, вот он мне нужен. Чтобы было более-менее понятно, что у меня здесь к чему. Так, карандаши. Вам видно там, да? Вот от Трент. Мне нравится очень карандаш. Он тоненький такой для бровей. Мне нравится. Потом от Альверда. Я купила, но он темноватый цвет. Я им не пользуюсь. Он так просто у меня лежит. Потом от Трент. Серая вот такая подводка под глаза. Но она немножко темновата для меня. Я ее редко пользуюсь. Вот такая вот она. Но неплохая. Хорошая вот такая. У них это лимитированная была коллекция. По-моему, вот эта вот с подводками. Ромочка, от хозяй. Поздоровался с ребятами? Уйди, пожалуйста. Всем привет. Все. Всем привет. Ну и дальше. Вот этот карандашик тоже малышок. Я не помню. Тоже, по-моему, или от Трента, или от чего. Вот такой вот тоже неплохой остаток. Это от Альверда. Это у меня, типа, как, я чуть-чуть тут подвожу уголки. Тоже хороший карандашик. Вот эта штука. Это я, по-моему, на Тему заказывала. Знаете, вот тут, когда виски отрастают, думала, буду замазывать. Но она, как-то, не знаю, не пригодилась мне. Она так валяется у меня. Потом. Подводка от Кику. Вот такая золотая. Нет-нет. Бывает, редко пользуюсь, когда поярче макияж делаю, что-то. От Альверде. Вот такая вот. Для бровей такой гель с цветом. Я им пользуюсь. Укладываю немножко брови. Дальше. Вот недавно от Трент тоже купила потолще карандаш, но он немножечко светлова для меня. Но, в принципе, неплохой. Он удобной формы. Такой, знаете, что им вырисовывать аккуратно можно вот так. Как-то он неплохой карандаш. Вот так вот. Дальше. От Альверде недавно купила вот такой вот карандаш тоже под... Или он... Или он мне попался? Он мне, по-моему, попался где-то. В какой-то этой... Не помню. Или купила, или попался. В общем, карандашик серый от Альверде. Так, дальше. С карандашами вроде все. Все я тут положу. Вот так вот. И вот такая вот у меня есть палочка-выручалочка. Можно сказать, я ей пользуюсь нечасто. Это такой... Так, стик, где если какие-то вот... Вот такие вот неровности, что-то такое, или прыщичек какой-то, я им замазываю. Ну, редко пользуюсь. Так. Он у меня уже давно. В общем, это от Лореаль. В Деиме покупала. Потом, что у меня здесь? Вот такой вот тоже. Это от чего? Мебелин, да? Мебелин. Тоже вот замазка такая. Если где-то что-то... Вот так раз-раз. Подмазал, размазал. Чуть-чуть вот подмазать где-то. Хоп-хоп-хоп. И готово. Ну, такой, знаете, корректор, типа, немножечко такой. Он уже, видите, у меня тоже весь стерся. Валяется уже давно. Но у меня такие маленькие были и большие. У меня уже ногти стали страшные. Так, дальше. Что у меня тут еще? Классная штука, девочки. Берите на заметку. Порекомендую вам. Вот такой вот тональный крем от Трент. Он классный. Он прям идеальный. Классный, дешевый. И не пожалеете. Он перекрывает все неровности. Все полностью. Идеально. И кожа дышит. Я даже под него не наношу праймер. Хотя, в принципе, нужно. Но я даже праймер не наношу. Вот у меня есть праймер. Он у меня лежит просто так. Тоже от Лореаль. Уже, я не знаю, сколько лет. Я только делаю получается, ну, кремом, как обычно, увлажнила. И вот это. И потом вот такой тональный крем. Классный. У меня 0,20. Если кому-то вдруг под цвет подобрать, да. Вот сейчас я вам покажу. Давайте я вам покажу. Просто, чтобы видно было, насколько он. Он такой, знаете, как пипетка. Не как пипетка, да. Вот так вот. Сейчас я вам покажу. Его просто надо на все лицо наносить. Да, я вам так чуть-чуть. Но он классный прям. Я им сначала как-то не пользовалась. Увидела тоже в видео. Там кто-то порекомендовал. И его сравнивали даже с Dior. По-моему, с Dior. И он ничуть не уступил. Просто по цене. В общем, хороший очень. Девочки, берите на заметку. Рекомендую. Дальше. Дешевый и хороший. Что у меня тут еще? Так, точилка там. А вот у меня для губ я подвожу. Вот такой карандашик. Нет, это редко бывает, когда я подвожу. Раньше чаще подводила. Потом я нашла себе, помните, я долго искала подводку для глаз серую. Вот я ее нашла от Nex. Вот такая Nex. Да. Серенькая. Я ее выписала в Зооланду. Такая вот именно что. Но она водостойкая, что мне не очень нравится, потому что я водостойкой косметикой в основном не пользуюсь. Видите, она вот такая вот. Она как серебрянка такая. Я ее наношу вот тут вот аккуратненько подвожу в глаза. В общем, классная. Я ее долго искала и нашла. Но на праздники иногда бывает, что я подвожу. Не на каждый день, в общем. Так. Дальше, что у меня еще здесь есть. это вот тренд тоже вот такая вот блеск для губ. Но я тоже им не пользуюсь. Как-то взяла и вот еще один. Этим иногда бывает, что пользуюсь. Мне вкус не очень нравится. Он такой, вы знаете, как типа жвачки или конфетки, какой-то типа баблгам, что-то такое. Ну, я не очень такое люблю. И тушь, которая на данный момент мой фаворит. это уже вторая тушь, которой я пользуюсь. Такой заказываю. Тоже от Кику. Она классная. Вообще супер... Я не знаю, как кому, мне она очень-очень нравится. Раньше я от Альверды пользовалась, сейчас я пользуюсь только ей. Вот сейчас я вам так покажу. Может, вот она ведь. Заказывала тоже на официальном сайте. Вот кому, если что, вдруг номер какой-то. Вот вот такая. Вот так она открывается. Нажимаешь на нее, раз, и она открылась. Вот такая. Видите, кисточка у нее. И она прям классная. И такое ощущение, что от нее растут реснички. Как будто становится пышней. Ага. Вот так, Настя, конечно, как же не замазать. В экран, конечно, от телефона плохо видно. У меня тут освещение немножко такое. Я пыталась настроить его и тут, и там включила, но как есть. Все, в общем, я вам показала косметику. на этом мы, наверное, закруглимся. Сейчас мы с Ромашкой пойдем сходим в Глобус. Он хочет, меня зовет. Он хочет там себе... Что купить ты хочешь, Роман? Вулкан. Вулкан он хочет там себе купить. А у нас еще и закончился хлеб. Поэтому еще и вчера закончился. Сегодня уже булочки пекла, и все. В общем, пойдем с ним сходим в Глобус, купим хлеба. Яйца тоже закончились. Но мы идем пешком, поэтому что унесем, то унесем. Все, пошлите с нами. Мы вышли с Романом. Тут лебедь красивый, смотрите, стоит. У нас раньше тут много всяких уточек и лебедей было. Что-то в последнее время их вообще мало стало. редкость. Красивый? Да? Улетели куда-то, наверное? Улетели, наверное, куда-то, да? Ромашки моего какая-то аллергия или что-то. Щечки сегодня целый день красные. И голос у него пропал. Не знаю. Пойдем, смотри, какой хороший, да? Красивый? Пойдем. Ну, не надо. Он думает, ты ему кушать принес. А у нас ничего нет. да? Травку вещи хочет кушать. А почему они уходят от нас? А? Почему? Он не уходит, он кушает. Он стал привык к людям. Да. Птички поют. Тишина не хорошо. Где? Для поезда. Мост для поезда. Для поездов. Кто сделал эту землю? вот. Что это планета людей. Бог создал, наверное, да? Я не знаю, кто это сделал. У них такие вопросы иногда, не знаю, что ответить. самые, самые, самый 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 первый создал бог эту планету наверное в общем мы присели на лавочку так хорошо здесь солнышко светит ветер утих такая воздух такой теплый хорошо только глаза знаете немножко слепит. Вроде солнца нет, но глаза слепит. О, на луточке плавает. Хорошо здесь, приятно так. Бабочка. Да, бабочки летают. Ой, будь здоров. Смотрите, красота какая. У тебя пчела только что было. Ничего страшного, ничего страшного. Она думала, что я цветочек пахну, наверное, вкусно. И присела понюхать, цветочек или нет. Потом поняла, что я не цветочек и уплывала. Поняла, что я не цветочек и уплывала, улетела. Господи, голова не работает. Так, ну что, мы уже в глобусе с Ромой. Рома ведет меня туда, ведет меня к своей игрушке, которую он хотел купить. О, какая сочная, красивая сумка. 49 евро. Где? Сюда, Рома. Чебу оделся. Смотрите, Рома, что привлекло внимание моего ребенка. Это для собачек, в общем, играться вон. Видите, грызть, видимо. Такая. Ром, это же для собачек. Игрушечки разные. Всякое. Ребята, вы знаете, это такой коллективный. Это мама. А это, которая выпьемала, это братчик. А это ребенок. Красота. Красота, правда? Рома, а придется, да, мама? Нет, пойдем. Пойдем. Аккуратно, велосипеды киклеят, да? Да. Все, мы с Романом вышли. Вышли с глобуса. Купили все, что хотели. Ну, прыгает вот так, да, на велосипеде. И сейчас идем уже обратно. Пойдем по району. Там пойдем. Смотрите, гуси с гусятками. Хотите есть? Гусик, гусик. Га-га-га. Есть хотите? Да-да-да. Хлеба с маслом? Нет-нет-нет. А чего ж? Конфетка? Конфет. Конфет. Да. А почему конфеты? Видите, красота какая. Ну, а ты бы что выбирал? Хлеб с маслом или конфет? Хлеб с маслом. Серьезно? Не обманывай. Не обманывай. Да? Пойдем перекусим. Смотрите, они ждут. Хотят хлебушка. Ну, давай покормим их чуть-чуть. Хлебушек у нас же есть. Дадим им хлебушек? Да. Хотя я не знаю, можно кормить или нет. Говорили, что штраф какой-то там, чего-то там. Не знаю. А вдруг нас оштрафуют. Смотрите, они прям ждут, чтобы мы их покормили. У нас здесь перекусы. У Ромки перекус. Роман, что ты там хлопаешь? Покажи, ребята. Булочку, да? Хотите, я вам покажу, что мы купили? Вот. Купили вот такую лепешку, как булочки, она сделана. Потом, что мы еще купили? Яйца, упаковку одну купили. Потом, собственно, зачем мы ходили, Роман? А? Вот за этим вот вулканом мы ходили. В прошлый раз, который Рома хотел. Вот, мы за ним ходили. Потом Рома взял еще вот такие вот, как самолетики, такие динозавры. А сосиски куриные я взяла вот такие. Два багета, это Давида заказ, чесночный. Хлеб и водичку. Вся наша покупка. 24 евро, по-моему, с копейками мы заплатили. Вот так вот. Так что наслаждаемся теплой погодкой. Прогуливаемся. Сейчас идем дальше, в сторону дома. Да, Ромка? Да. Пойдем. Очень хорошо на улице. Чуть-чуть ветра. На ветра бы вот этого не было. И было бы вообще замечательно. Я, кто? Вы знаете, что-то? Мы можем вокруг. Я на меня обречу и потом домой. Да? Угу, можем, конечно. Если ноги не устанут. Можем так, что ты не да? Да, пошли. Камячок мой. Пойдем. Что, мы с Романом добрели до дому. Сейчас будем пить чай. Отдыхать. А на сегодня мы с вами попрощаемся. Увидимся завтра в следующем видео. Всем пока-пока.